Автоплюс Мотоакадемия Автоплюс Мотоакадемия Время, которое они демонстрируют на квалификациях, управляя 600-кулбовыми байками, как правило, лучше, нежели у ребят на 125-к или 400-к. Но лидеры малокубатурных классов к концу сезона подросли и почти наступают на пятки барышням. Но не стоит думать, что объединенная гонка трех классов не заслуживает внимания. Страсти здесь кипят нешуточные, начиная с первых метров дистанции. Доходит дело и до зрелищных падений. На четвертом этапе не повезло Татьяне Семеновой. Легкий лоусайт обернулся серьезной поломкой ее мотоцикла. Гонку после падения продолжить не удалось. К сожалению, этот эпизод гонки не увидели зрители, так как случился на задних поворотах трассы. Поэтому для зрителей с трибун появление пейскара, возглавившего пелетон на нескольких кругах, стало полной неожиданностью. Для гонщиков это тоже было сюрпризом. Поэтому не все успели вовремя прибавить газ и взять бодрый старт с ходу. После рестарта по традиции группы гонщиков разделились. Пилотессы под предводительством Натальи Любимовой ушли в отрыв. Оно и понятно. Время прохождения круга у лидеров женского зачета на уровне первой пятерки мужского класса СТК-600. За Наташей, опять же по традиции, всю гонку удерживалась ее однокомандница Надя Яхнич. И если с этими гонщицами все более-менее понятно, постоянные тренировки и участие в иностранных чемпионатах многому научили девушек, то появление на третьей позиции Милы Коркиной заслуживает отдельного внимания. В первой гонке сезона Мила с трудом проезжала трассу в Мечково за 2 минуты 10 секунд. К четвертому этапу она ускорилась почти на 20 секунд, стремительно ворвавшись в ряды лидеров женского зачета. Отличная работа над собой. Класс 125 уже традиционно возглавил Гарик Рошкунас с приличным отрывом от преследователей. А основная борьба завязалась между Романом Устенко и Сергеем Сурнакиным. Сергей пришел в большие гонки с титулом чемпиона России по минимото и с первых метров показал бойцовские качества. Жене снится обгон в самой медленной шпильке, выход со сносом, миллионы болельщиц, снова обгон и желательно кубок. Но ему это только снится. Именно так многие пилоты настраивают себя на хороший старт, пристально рассматривая радужные сны. Ну а пока женщина и дети вместе с мотоциклами после гонки проходили беспристрастную техническую комиссию, нам удалось растолкать Женю, заставить его умыться, почистить зубы, затем пинками выгнать на установочный круг гонки СТК-1000. Несмотря на то, что квалификация для Чурикова прошла не очень удачно, он был очень мотивирован на хорошую гонку. Ведь на третьем этапе он упал и остался без очков. Вернуть упущенное было его минимальной задачей. План А – приехать в пятерку. Задача минимум и максимум – это, безусловно, хорошо. Настроиться на гонку тоже необходимо, но если не поработать в ходе гонки, то ничего не произойдет. Соперники подарков не сделают, вперед не пропустят. Женя с первых кругов бросился в догонку. Отыгрывать драгоценные секунды и улучшать неважное время круга, показанное имену квалификации, вроде бы как получалось. А почему неважное, спросите вы. Ответ банален – отсутствие тренировок, обусловленная поломкой мотоцикла после падения на третьем этапе. Ну а пока Женя боролся с секундомером и соперниками, в лидирующей группе произошло несколько метаморфоз. Сначала упал Сергей Дуев, байк под номером один. Обошлось без травм, но расстройства не было предела. Сергей долго ходил вокруг мотоцикла, собирался с силами, потом вновь поехал, но финишировал лишь 14-м. Потерю времени отыграть не удалось. К экватору гонки за первое место традиционно боролись Павел Калистратов, байк номер 29, и единственный дукатист класса Олег Князев, мотоцикл под номером 54. После технического схода на третьем этапе Олегу необходимо было набрать максимальное количество очков. Князев собрался и привез себе первое место, набрав максимальное количество — 25. Вторым финишировал Сергей Сальников. Третьим — украинский гонщик Юрий Березовой. Но вернемся к нашему однокоманднику Жене Чурикову. К сожалению, он тоже перестарался. На предпоследнем круге упал в медленной шпильке, смог продолжить гонку, но в итоге хорошее место занять не получилось. Финишный флаг он увидел 13-м, добавив в свою копилку лишь 3 очка. Так что шампанское он получил не за победу, а скорее в утешение. Ну что же, очередной старт. Так, по-моему, да, четвертый по счету этап. Уже немножко все сбилось, потому что супер-байк, супер-спорт, супер-сток. Все супер. Ну, наконец-таки к концу дня, к концу дня уже, да, к концу дня погода Тубничкова улучшилась. И вот уже солнышко вышло, и вот уже вроде как все здорово. Осталось только собраться и проехать эту гонку, потому что едем против часовой стрелки. Для меня это всегда как-то немножко, ну, не знаю, не так быстро, как хотелось бы. Так что вот, будем работать, будем стараться, смотреть внимательно. Дима Дещенко и я перед стартом гонки тоже не могли похвастаться хорошими местами на стартовой решетке. Причина та же – отсутствие тренировок. Без хорошего наката рассчитывать можно лишь на удачное стечение обстоятельств и плохую погоду. Удача улыбнулась мне. В первый поворот удалось въехать восьмым. Стоявшие передо мной гонщики немного проспали старт. Мне даже удалось обогнать лидера класса Олега Котельникова. Жалко, что ненадолго. Дима же, к сожалению, традиционно в первый поворот въехал в последнем. Видимо, это такой стиль ведения гонки. Мне же удалось зацепиться за лидеров и уже с первых кругов поехать многим быстрее, чем на квалификации. Погоня за быстрыми пилотами действительно развивает навыки и отбивает страх. Но играть в эту интересную игру у меня получилось недолго. На четвертом круге я допустил ошибку в скоростном левом повороте и вылетел на газон. Ощущения те еще. Скользко, неровно, а главное – очень сложно тормозить. Пока я возвращался на трек, мимо меня проехало шесть пилотов. Так что теперь я оказался в роли догоняющего. Но темп был взят. Находясь в конце пилотона, терять практически нечего. Поэтому я, образно выражаясь, закрыл глаза и ломанулся. Пока я догонял обидчиков, лидеры сезона, в лице лидировавшего почти всю гонку Вячеслава Ходорева, занимавшего второе место Александра Дуева и прорвавшегося после неудачного старта на четвертое место Олега Котельникова, делили подиум. В ходе междоусобицы Ходорев и Дуев совершили ошибку при обгоне круговых. Этим тут же воспользовался Котельников и протиснулся на первую позицию. Чуть позже Александр Дуев смог обойти Вячеслава Ходорева и вернуть себе второе место. Захватить же первую строчку Мечковского хит-парада из ТК-600 он не успел, помешал финишный флаг. Мне удалось пробиться на 13-ю позицию, а Дима, к сожалению, покинул гонку досрочно. Самая лучшая трава в Мечково, это в Мечково. Улетаешь, ты реально ошибся, переключал передачу в повороте. Я не так давно это делал, это реально так. Уложился, переключал передачу, посмотрел, он такой в траву тут заднюю траву, заднюю траву. Меня обгоняют, меня обгоняют. Не, меня никто не обгоняет. Вот Дима сошел печально, печально, привезли на тракторе. Было очень классно, правда, было очень классно, было очень здорово. Ребята из Питера даже приехали, единственное, даже ребята из Питера приехали нас поддержать. Вот это настоящие мото-поклонники. Вот кто смотрит гонки, вот кто смотрит, вот кто приезжает. Своими ногами практически дошел, молодец. Ну, чем мог, чем мог, радовал, все, молодец. Все силы выложился, да, все, все, в следующий раз будет еще быстрее. А вот и итоги гонки, как говорится, в лицах. Вячеслав Ходорев третье место, Александр Дуев второе. И победитель Олег Котельников. Это шампанское из рук победителя сегодняшнего заезда. Действительно, лидер классный, молодец, очень классный. Сейчас я выпью и сразу у меня это самое. Скорость добавится. Слушай, ты что-то старт проспал, я даже тебя догнал. Что было-то? Ну, как всегда, плохо стартую, расширь. Ну, потом ты так бодренько, так вовнутрь, вовнутрь, вовнутрь. Всех так мил. Ну, идите, 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 идите. Это второе дыхание или что? Нет, я просто понял, что если сейчас всех сразу с первой попытки не вгонют, а потом просто не хватит времени. Все правильно. Как выход, на трек планку упал. Да! Не, молодец, действительно. Удачи тебе на следующем этапе, но мы с тобой все время рядом. Так что давай старт вместе тренировать. Да. Ну, сложно получилось и обидно в какой-то степени. Банальная поломка очень, которую довольно сложно отследить, потому что симптомов как таковых не существует. У меня порвался тросик газа, судя по всему. То есть ручка, которую мы крутим, стараемся, сжем, как говорится, она просто у меня, наверное, провалилась. Газа никакого не оказалось. То есть мощность цикл потеряла, пришлось ехать. Без падения, без чего-либо. То есть просто банально съехать. И плюс ко всему, наверное, стоит сказать, что я провалил старт довольно сильно. То есть я клюстрировался 12-м, где-то в середине пелотона. Провалив старт, я первый круг ехал последним вообще. И только-только начал потихонечку обгонять ребят, которые едут помедленнее моего времени. И не срослось. Могу сказать, что итоги, естественно, неутешительные, если смотреть на сухие цифры. С другой стороны, нужно отдавать отчет, что в силу различных совершенно причин нам не удавалось в полной мере тренироваться, как мы вот это видим. Как мы видим этой командой, как мы видим это по психологической, физической подготовке, естественно, это проезды по треку и так далее. То есть если исходить из этого, то я не считаю, что у нас какой-то получился такой невыразительный сезон, потому что почти во всех гонках, что касается Андрея, он зарабатывает очки. У меня был сход в Финляндии, падение, сход здесь техническая проблема. Я только из-за этого не попадаю в очки, я тоже постоянно был в очках. Поэтому я считаю, что если мы сможем так обустроить все в команде, чтобы у нас был регулярный накат, плюс мы сможем вложить какие-то ресурсы, чтобы следить за техникой достаточно хорошо. Ну и плюс, опять же, я не оправдываюсь, но стоит заметить, что у меня единственного в пилотоне мотоцикла 2004 года. То есть это тоже как бы... Техника важна. Да, когда у людей мотоциклы последних двух лет. Просто банально мотоцикл устал. Ну что, давайте подведем итоги. Сегодня был быстрый день. Не знаю, я доволен. Я сегодня ехал быстрее, чем никогда, хотя все ошибки известны. И вот этот поворот быстрый не получается пока до конца. Тебе тормозить уже стало позже. Ты что сделал сегодня, Женя? Я доехал до финиша. К сожалению, не так хорошо, как планировалось до этого. Ну, что следовало ожидать без тренировок, без каких-то подготовлений. Реально поленились, продинамили подготовку. Поэтому не очень хорошо проехал. Я хочу присоединиться к Жене в том плане, что главный наш косяк, конечно же, это отсутствие тренировок. Почему отсутствие тренировок, как я понимаю, вообще всех практически. Физухи, психологических и, естественно, наката по треку. Особенно накату парадом Мечкова, где нужно кататься вообще постоянно. Поскольку здесь еще меняются стороны, то все тренировки, которые предшествуют этапу, нужно откатывать. Улучшение времени круга на 8-9 секунд – это показатель того, что человек не тренировался. Потому что изначально можно было бы ехать быстрее. И прибавка была бы нормальной, 2-3 секунды, как обычно. А так, ну, это показатель такого просто лоховства. Сегодняшний этап – это просто олицетворение того, как может проехать человек только на большом желании. Только на большом желании. Без тренировок, без подготовки. Просто из плюсов сегодня можно занести. Я очень хотел куда-то приехать. Прогресс ограничивается 3-4 секундами. А тогда, когда надо искать 8 секунд, этого реально недостаточно. Ну все, тогда подвожу итоги, что все-таки очень важные составляющие тренировки. Вторник, четверг пока есть у нас возможность тренироваться здесь на нашем любимом треке Мечкова. Надо все-таки реализовывать. Завтра отдыхаем. Во вторник. А ГП? Это ГП, но это же отдых. Мы же будем смотреть гонки. Нам будут показывать. Нам будут показывать настоящие гонки. А во вторник соберемся и будем. Тем более, крышка у тебя уже стоит на мотоцикле. Можно ездить. Именно так сложился для нашей команды Автоплюс Мотоакадемия, четвертый этап Кубка МФР в рамках Чемпионата России. Шансы на неплохой финиш сезона пока остаются. Мы не прощаемся с вами. До встречи на следующем занятии Академии Мотоспорта. Академия Мотоспорта. Академия Мотоспорта. Академия Мотоспорта. Субтитры создавал DimaTorzok